Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Писатель, телеведущий, профессиональный оратор, исследователь теории аргументации, феномен убеждений и природоманипуляции, популяризатор аргументации и дебатов в России, владелец тренинговой компании, основатель коммерческо-научно-исследовательской лаборатории и так далее и тому подобное. Это еще далеко не все. В общем, Никит Непряхин. Никит, здравствуй, дорогой. Здравствуй. Я себя почувствовал Брежневым. Это же такой список, как Брежнев. И мне вот сейчас надо вот так вот сделать и поправить медаль на груди. Ты вообще их ставишь просто всегда в неловкое положение. А я не знаю, откуда вот ты взяла вот такую информацию. Я сам удивлен. Ну это же все про тебя, это же все абсолютная правда. Ну да, так получается, да. И это, поверь, я могла бы еще минут 10 продолжать. Так и получается, что, ну, слушай, ты большой молодец. На самом деле, какую сферу не возьми, там есть тебе чем похвастать. И если вдруг по какой-то, я скажу так, наверное, ну, действительно, какой-то уникальной причине вам вдруг неизвестно имя Никиты Непряхина, вы должны особо внимательно слушать нашу программу, потому что, я уверена, вы для себя откроете этого замечательного, очень молодого, успешного, мегаинтересного и полезного для всех нас человека. Спасибо. Спасибо тебе. Это не моя сфера, на самом деле. Я очень узкоспециализированный исследователь, потому что там главная моя тема, чем я занимаюсь, я изучаю феномен убеждения. Знаешь, это с детства пошло, потому что в детстве мне очень хотелось быть адвокатом, я даже получил юридическое образование, я в аспирантуре юридическое учился. И параллельно на филологическом также факультете. На филологическом факультете. Но смысл не в этом, а в том, что меня с детства всегда будоражила вот эта история. Вот как вот люди выходят, например, адвокат, и он какую-то такую речь произносит, и все такие, вау, оправдан. Или наоборот, помиловать. Или там осудить. И в общем и целом, так получилось, что хоть юристом я не стал, но я действительно занимаюсь темой убеждения, но уже со стороны исследователя, преподавателя, тренера и так далее. Это очень интересно. И, кстати, все остальные темы, которые связаны, чем я занимаюсь, они напрямую коррелируют с темой убеждения. Ну, то есть, например, тема манипуляции. Это же связанная история. Аргументация — это корректное убеждение, а манипуляция — это деструктивная форма воздействия. Или там публичное выступление. Я могу убеждать одного человека тет-а-тет, а могу сразу сотни людей. Поэтому, на самом деле, это такая очень узкая одна сфера, которая имеет ответвление. Ну, например, я не занимаюсь продажами, менеджментом. Это не моя история. Ну, пока, наверное, можем сказать так. Я боюсь, что нет. Ты знаешь, я верю в одно простое правило. Человек не может заниматься всем подряд на 100%. Когда я занимаюсь тем, что мне не близко, я ощущаю дискомфорт. Вот я в свое время три года работал телеведущим на федеральном СМИ. Каждый день в дневном прайм-тайме. Кстати, по поводу награды, номинация на ТЭФе, туда-сюда. Но не мое это. Но вот это не моя тема. Она меня не возбуждает. Она меня не драйвит. Вот для меня, наверное, очень важно, чтобы то, чем я занимался, я от этого получал удовольствие. Может ли женщина прийти к тебе на тренинг, возможно, личный, скорее всего, здесь именно такая история понадобится, для того, чтобы научиться манипулировать мужем? О, нет. Ну почему? Ну ты же знаешь об этом все. Нет, 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 еще раз нет. Смотри, какая интересная история. Тема манипуляции родилась искусственно. Реально искусственно. Как-то один из участников моего обучения по аргументации пришел ко мне и сказал, Никита, все, конечно, здорово, но вот смотри, я пришел на переговоры, начал приводить конструктивные аргументы, как завещал маэстро, но ничего не работало. Потому что, ну и начинает прямо описывать такие хитрые, подковерные, какие-то скользкие ходы. И тут я понял, что действительно, например, аргументация будет работать в том случае, если, например, и ты, и я, мы готовы к конструктиву, правда? Конечно. А вот если, например, одна из сторон не готова, ну какая разница? В данном случае муж мы берем, да? Ну вот смотри, исходя из этого, когда я начал изучать как раз феномен манипуляции, я понял, что я готов говорить только про противодействие. Никогда в жизни я не буду говорить о том, как манипулировать. И я объясню, почему. Потому что, с одной стороны, кажется, что это, знаешь, такой крутой инструмент, типа вот, да, я получил, и все, это панацея от всех бед. Я сейчас вот, у меня есть такая волшебная палочка, и я так раз, каждому по лбу этой палочкой, и получу все, что хочу. Воображаемый. Но на самом деле, чем глубже ты погружаешься в эту тему, тем больше ты понимаешь, что это очень невыгодная, очень глупая, очень быстрая, недолгосрочная стратегия. Потому что человек, который все время манипулирует, и это его жизненная прям стратегия, то есть не единоразово, а постоянно, он обречен на тотальное одиночество. Ну то есть, если мы посмотрим всю историю, ни один мировой лидер-диктатор, вот кого можно прям назвать манипулятором, он никогда хорошо не заканчивал. Никогда. И более того, у такого... Потому что ты многих разочаровываешь, пришедших на твои тренинги вот этим вступлением, они встают и уходят, скорее всего, скажут, я думал, он мне научит выйти. Ну, у нас есть даже там пояснение, мы иногда пишем, да, вот несмотря на то, что там и книга, и мастер-класс называется немножко так провокативно, я манипулирую тобой, но на самом деле мы говорим о том, что, ребята, если вы хотите прийти заняться этой темой, то имейте в виду, мы будем говорить только про экологичную сторону, о том, как противодействовать, а не как манипулировать. Нет, спасибо тебе за это, отдельное. Да. Поэтому смотри, даже если придет очень красивое, очень грустное, с такими прям вот аргументами скажет, ну, надо мне манипулировать модом, к сожалению, я откажу. За любые деньги. За любые деньги, вот честное слово. Ну, это искренне надеюсь, да, спасибо. Сто процентов. Никит, скажи мне, пожалуйста, вот ты уже рассказал нам про свое образование, кстати, это в Куйбышеве все получено было. Да, да, да. В Афию юридическое, афилологическое, в Самаре. А все-таки поворот от юриспруденции, он по чьей вине случился? Это такая грустная история. Представь, человек, который закончил там юрфак, хочет продолжать развиваться в сфере юриспруденции. Я поступил в аспирантуру Института государства и права Российской академии наук в Москве и переехал гордо учиться сюда, в аспирантуру, мечтая о том, значит, я уже выбрал тему диссертации, уже вот представлял, что я сижу за дубовым столом, то ли я нотариус, то ли я адвокат, то ли еще кто, но Москва быстренько крылья-то обрубает, так раз отрезает. И когда я переехал, я понял, что никому я не нужен здесь со своими знаниями самарскими. Более того, оказалось, что профессия юриста, она везде мат ответственная и требуется прописка. Ну, то есть не регистрация, а прописка. И вот тут мой мир перевернулся и оказалось, что я не смогу работать юристом в Москве. Ну, либо я бесплатно работаю, да, где-то как стажером, либо я, ну, какие-то там деньги получаю, ну, там, я уж не помню сейчас, сколько это было, да, я представлю, например, мне платят 10, там, условно, рублей, а квартиру мне за 50, ну, то есть, там, или комната, да, за 30. Это нереально. И поэтому я пошел в бизнес, тогда требовались продавцы, я пошел работать, ну, и, собственно говоря, получилось так, что сам того не замечая, такая быстрая карьера получилась от мерчендайзера. Я расставлял в свое время банки, бутылки в магазинах. А картошку фри жарил, это раньше было значительно? Картошка, это была в студенчестве. Да, хорошо. Да, ну, то есть, я действительно с 14 лет работаю, и, ну, то есть, я не, знаешь, такой ни маменькин, ни папенькин сынок, который там, ну-ка мне пришли эти деньги. Ну, вот так все и получилось, а потом... Никит, я хочу просто объяснить, почему я тебе тоже эти вопросы задаю, потому что, да и ты прекрасно знаешь, всегда первый вопрос, раз он бизнес-тренер, а откуда, а с чего вообще, а имеет ли он вообще право учить меня? А я, допустим, уже владею каким-то бизнесом, или даже если не владею, но хочу стать бизнес-вумен, а что мне расскажет Никита Непряхин? Я вот исключительно поэтому, потому что, и мне тоже интересно, честно. Вот очень хороший вопрос, и он поднимает одну ключевую проблему, которая есть сейчас, и я честно признаюсь, я в последнее время не говорю о том, что я бизнес-тренер, ну, правда. Можешь догадаться, почему? Нет? Да, ну, по этой же причине, вы спрашиваете, какой бизнес у тебя? Нет, 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 ну, сейчас мне есть чем гордиться, у меня три компании там, да, и, в принципе, это довольно известные на рынке бренды. Нет, дело не в этом. Дело в том, что в последнее время профессия бизнес-тренера настолько себя дискредитировала, вот как раз именно по той причине, что ты озвучивала. Любой сейчас человек пишет себе строчку резюме «бизнес-тренер» и начинает проводить там вебинары, мастер-классы и так далее. Сфера изменилась, правда? Берет книгу Никита Непряхина, а что-то берет, перерабатывает, да, берет какие-то ключевые моменты и вперед. В лучшем случае перерабатывает, а иногда это просто пересказывает, потому что прецедентов, когда вот прям слово в слово, там, приезжай в какой-то город, да, провожу мастер-класс. Человек там пришел за пять тысяч, с диктофоном послушал, и потом раз, на следующий день уже ровным счетом. Неважно, понимает он, не понимает, в тему, не в тему, ну, вроде какой-то такой вот фон создается. Вот именно поэтому сейчас, конечно, у нас на рынке катастрофы происходят, это действительно так. Есть даже сейчас такой термин «инфо-цыган», ну, типа вот сейчас любой человек, ну, что человек будет говорить, Инстаграм, Фейсбук открываешь, и там куча рекламы. «Привет, меня зовут Сережа, мне 21 год, записывайся на мой мастер-класс «Как достичь успешного успеха», я вам научу, гарантирую», там, и так далее. И ты вот так вот сидишь и думаешь, господи, ну, как так? А ведь когда мы начинали... Но деньги отправляешь, а вдруг научит Сережа! А потому что эта игра на самом таком базовом, на самом банальном, да, на желании человека мгновенно получить эту панацею, стать счастливым без каких-либо действий, богатым без труда. Ну, это же, ну, такая вот классическая форма мошенничества. Именно поэтому сейчас, когда я, например, говорю «бизнес-тренер», раньше была такая ситуация, когда, там, еще, например, 10 лет назад, да, я говорил, «Я бизнес-тренер профессиональный». Профессиональный подразумевает, что у меня там образование в области андрогогики, курсы там в Германии, там, здесь, тут. То есть вот миллион дипломов, и я все понимаю про то, что такое групповая динамика, как строится обучение, какие есть формы, что такое навык, как это разложить на поведенческие паттерны, это отдельная наука. И мне такие всегда говорили «тренер?» и так смотрят на меня, а я-то никогда худеньким не был. И он такой «какой ты тренер? По шахматам, что ли, ты тренер?» Ну, то есть у людей было стойкое понимание, тренер — это, типа, спортсмен. Обязательно, да. А вот сейчас, когда я говорю «я бизнес-тренер», все такие «о, это ты вебинары, что ли, проводишь про счастливое счастье? Чувствуешь?» Вот, в общем, такая история в отрасли беда происходит. В отрасли беда, да. И как в этой беде все-таки, все-таки найти, что искренне, настоящее и действенное, что поможет? Мы с тобой поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь далее. Продолжается программа «Друзья». У нас сегодня в гостях Никита Непряхин, писатель, радиоведущий, профессиональный оратор, исследователь теории аргументации, феномен убеждений, природопанипуляции, популяризатор аргументации дебатов в России, основатель школы критического мышления, владелец тренинговой компании «Бизнес-спич» и основатель некоммерческой научно-исследовательской лаборатории «РИИ». Мы с тобой, переходом на нашу музыкальную паузу, стали говорить о катастрофическом положении сейчас вот в этом мире тренингов, бизнес-коучей и так далее и тому подобное. Говорили и про Сережу, который научит успешному успеху и счастливому счастью. А ты записалась к Сереже? Я его найду, обязательно, да. Но я думаю, после того, как всё-таки подробнее изучу твои книги, там достаточно времени понадобится на это, надо сказать, и переслушаю твои программы, пересмотрю обучающие фильмы. Ну, конечно, самый главный вопрос. Вот, Никита, некий человек решил, что всё, мне нужно как-то развиваться, мне нужно расти. Он тут заходит просто в интернет и исходит с ума от обилия, сплошь и рядом различные форумы, различные коучи-тренеры и так далее и тому подобное. Как выбрать? Это же, это очень сложно. Да, абсолютно правильная, страшная ситуация. Хочется даже заплатить деньги, но получить за них ту самую необходимую информацию. Это правда. Помогай нам. Смотри, я предлагаю ориентироваться на несколько моментов. Ну, прежде всего, я предлагаю смотреть на тему самого семинара, встречи, тренинга, мастер-класса и задать тебе очень простой вопрос. А можно ли этому научиться или можно ли развить навык за один день? Ну, вот, например, давай представим, там, допустим, вам говорят, управление командой, весь менеджмент за один день. Может быть такое вообще гипотетическое? Ну, нет, конечно. Ну, конечно, нет. Мы же понимаем, что, например, в рамках управления я должен блестяще понимать бизнес-стратегии, я должен грамотно планировать, у меня должна быть постановка задач, у меня должно быть делегирование, контроль, итоговый, промежуточный, на входе, на выходе, мотивация, обучение, развитие и так далее. Ну, и, конечно, мы можем понять, что за один день это просто, ну, либо это голопом по Европам, либо это просто какая-то профанация. Или, например, вам говорят, что «как стать счастливой и независимой» за вот такой вот, например, мастер-класс женский. Ну, опять нужно понимать, а что это такое в конечном итоге, что это за формат будет? Ну, навряд ли я выйду и через там 4 часа стану счастливой, я не знаю, там, свободной, сексуальной или харизматичной. Это первый момент. Второй момент, надо, конечно, обязательно читать о преподавателе. Отзывы. О его, кстати, даже и не отзывы, а важны какие-то, да, именно объективные факторы, потому что отзывов очень-очень большое число. Они будут разные, согласны. Они будут разные, они могут быть очень субъективными. И более того, очень часто в нашей сфере есть большой поток заказных всяких отзывов, как положительных, так и отрицательных. Конечно. Да. Поэтому надо объективно посмотреть. Вот, например, если человек говорит о том, что «ребята, я вам научу, значит, как создать бизнес на миллион». Ну, наверное, странно будет, если человек, не создавший бизнес вообще никакой, будет учить вас бизнесу. Логично? Ну, это ужасно. И поэтому, если, например, там идет какая-то биографическая справка, там, успешный предприниматель, владелец сотни бизнесов, открыл там то-то, пять успешных стартапов, работал в каворкинге, пил три смузи и так далее. Вот это вот нужно реально посмотреть. В интернете есть вся информация. А есть вот реально такой-то предприниматель, у него есть хоть одна компания. И вот если мы, кстати, будем смотреть даже популярных блогеров, да, которые рассказывают на бизнес-тему, то вот есть общие базы данных юридических лиц. Те даже юридические лица, которые они озвучивают, на самом деле, вот не совсем это правда. Ну и, конечно, вот реально понять, что может дать человек, какой у него бэкграунд, это безусловно. Ну и, конечно, неплохо бы разбираться в том, что такое тренинг, что такое мастер-класс и вообще может ли быть, например, бизнес-коуч. Вообще, для меня это странное понятие, потому что коучинг – это вообще чисто психологическая форма, когда условный специалист с помощью наводящих вопросов приводит человека из точки А в точку Б. Коуч, на самом деле, он как условно такой психоаналитик. Он, кстати, не обязательно всегда должен быть с образованием профильным. Ну, нет, ну, во-первых, коуч – это действительно отдельное образование. И, например, коуч, он не может выйти, знаешь, так, менторски сказать. Так, ты идёшь туда, делаешь то, делаешь всё. У коуча другая задача. Он вскрывает потенциал человека только с помощью наводящих вопросов. Поэтому, ну, странно, когда там мы видим человека-коуч, который будет чему-то учить. Коуч ничему не учит. Ну и так далее. Вот такие советы. Здесь всё ясно. Тогда скажи, пожалуйста, дальше. Выбирать формат, скажем так, где сборная солянка, условно, несколько там человек выступают, и каждый из них гуру-гуру просто бизнеса. Или выбрать одного и начать, вот, пожалуй, с этого, наверное. Выступление сольное, скажем так. Ну, конечно, для того, чтобы, например, посмотреть, кто мне подходит, кто мне импонирует, у кого я больше там инсайтов получил, можно действительно посетить форумы. Их огромное количество. Но опять, нужно рассчитывать, что форумы, ну, что я могу там, например, как участник этого форума за 20 минут выступления дать? Ну, тоже просто какие-то элементарные, базовые вещи. Это либо актуализация темы, это либо, чаще всего, к сожалению, происходит типа самореклама, это либо какая-то проблематизация, либо буквально, ну, какие-то прописные истины. Поэтому люди на форумы ходят, наверное, немножко для другого. Они ходят для того, чтобы быть в этом информационном пространстве, для того, чтобы чувствовать тренды, для того, чтобы получить один-два инсайта. И многие говорят, окей, я заплачу там 20-30 тысяч рублей за участие в каком-нибудь там бизнес-форуме в Олимпийском, или в Лужниках, или в новомодной гостинице. И если я хотя бы одну грамотную какую-то мысль, идею, или сайт, уже не зря. Ну, чувствуешь, здесь все, конечно, от цели полагания. Когда люди приходили на Тони Робинса, помнишь, в прошлом году, это было самое, наверное, скандальное выступление в Москве. Мне странно было слышать, когда люди выходили и плевались, и говорили, о, Господи, это вообще не про бизнес. Я-то думал, что я получу стратегии бизнес-планирования. Ну, окстись, какие стратегии? Ну, ты почитай, кто такой Тони Робинс, ну, ты посмотри там фильм, ролики. Ну, понимаешь, да? Ожидание и реальность. Это вот все от этого. В общем, очень большая самостоятельная подготовка, прежде всего, да, должна быть. Конечно. У нас пауза небольшая снова. Оставайтесь обязательно с нами, продолжим. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. У нас в гостях сегодня Никита Непряхин. Я хочу, Никита, с тобой поговорить сейчас про твою тренинговую кампанию и про твою некоммерческую научно-исследовательскую лабораторию. Да. Но с тренинговой кампанией, наверное, ты, однако, все-таки расскажи немножко о ней, но мне кажется, более-менее понятно, да? То есть вы организуете тренинги. Мы организуем и тренинг, и консалтинг. Я не думаю, что это кому-то будет особо интересно. Это классическая бизнесовая модель. Это компания, которая уверенно стоит на ногах. Мы занимаемся бизнесообразованием. Но единственное, чем мы отличаемся от многих-многих других, у нас очень узкая специализация. Мы занимаемся только коммуникацией и ничем другим. И это как раз здорово, потому что каждый специалист в моей команде – это человек, который только вот маленькой-маленькой отраслью занимается, но он про эту отрасль знает все от и до. Вот какая простая концепция. Да, это простая концепция, я с тобой абсолютно согласна, но как сложно найти человека, действительно подходящего на эту простую концепцию. А знаешь, как мы, на самом деле, совершили небольшое ноу-хау. Я тут, знаешь, что подумал? Вот, например, как сделать идеального преподавателя или, там, не знаю, давай назовем, бизнес-тренера по публичным выступлениям. Как? Как? Ну, вот можно взять бизнес-тренера, типа, который знает, как проводить обучение, ну, и его там натаскать теоретически. Вот практика показала, что это не работает. Поэтому мы поменяли немножко всю структуру и полностью бизнес-модель, и мы были первые в России, кто начал по-другому смотреть на этот процесс. Мы брали лучшего специалиста в этой сфере, не преподавателя, и из него делали преподавателем. Ну, то есть, если это тренер по публичным выступлениям, это у меня все ребята с театральным образованием, раз, это действующие телерадиоведущие, два, это обязательные условия. То есть, они должны каждый божий день выступать на сцене, выходить в прямые эфиры, понимать, как... Практика должна быть постоянная, да? Да. А оказалось, что проще сделать из него преподавателя, нежели чем дать ему этот навык ораторского искусства. Ну, как вариант. Вот какая концепция. А по поводу лаборатории исследовательской, ну, мы немножко сумасшедшие ребята. Это правда. То есть, вот вся моя банда — это ребята, которые болеют своим делом. И я признаюсь честно, финансовая история — это не главное. Вот правда, в нашей, ну, по крайней мере, в нашей команде. Что же вы исследуете? Ты знаешь, оказалось, что все цифры, данные, какие-то... Рейтинги. Рейтинги и так далее. Все, что мы используем в сфере образования — это все зарубежные данные. И ты, наверное, понимаешь, что будет работать, например, в Соединенных Штатах Америки, наверное, будет несколько отличаться у нас. Правда? В силу ментальности, в силу кросс-культурных особенностей и так далее. Поэтому мы поняли, что если мы не можем найти нигде данные, исследования, какие-то эксперименты и так далее, мы сами должны этим заниматься. И мы очень сильно удивились двум вещам, честно тебе признаюсь. Во-первых, мы удивились, что российские вузы очень охотно откликнулись на идею вместе работать, устраивать коллаборации, предоставлять свою силу в виде, там, например, студентов, аспирантов, молодых ученых. И я с гордостью говорю, что мы по некоторым проектам сотрудничаем с ведущими вузами нашей страны. Это МГИМО, это МГУ, это Высшая Школа Экономики. Это здорово, потому что оказалось, что в вузах понимают необходимость работать с реальным бизнесом, потому что это отдельная сфера. И второе, что меня очень сильно удивило, есть, конечно, небольшой комплекс, комплекс, ну, типа, российская наука, немножко такая, ну, архаичная, не очень современная, государство не финансирует. Ну, в общем, да, вот какая-то такая история, как будто вот мы немножко еле-еле душа в теле. Но оказалось, что на Западе невероятный интерес к нам в том числе. И вот мы из маленькой там команды просто элементарно разослали письма в ведущие мировые вузы, там, США, Великобритании, Европы, там, и так далее. И говорим, ребят, смотрите, у нас есть вот такая вот штука. Или мы хотим разработать тест. Или мы сейчас проводим опрос, у нас есть данные, тысячу респондентов отвечали на такой-то вопрос. И это удивительно. Оказывается, все настолько, ну, вот что на английском называется open-minded, открыты, они говорят, давайте сотрудничать. И вот буквально недавно я выступал в Лондоне, это была крупнейшая конференция мировая по социальной коммуникации, по социальным наукам. И мне было очень приятно, что мировая научная, там, элита, не знаю, как её назвать, да, ну, специалисты, они реально проявляют интерес. И им интересно, ого, круто, вы проводите там в России исследования, какие типы манипуляторов бывают. А что, правда, вот этих 40%, а этих 27? Почему, как? А давайте мы попробуем такое же исследование у нас там, например, в Сербии повторить. Или там в Венгрии. Круто, да, правда? И это вот настолько окрыляет, потому что ты понимаешь, что все ограничения, они только в твоей голове. Вот просто протяни руку, будь инициативен, будь проактивен, и открываются возможности. Какие, не знаю, ближайшие планы у лаборатории? Мы сейчас проводим несколько таких мощных исследований больших. Мы закончили долгое-долгое исследование, оно началось 5 лет назад. Мы исследовали типы манипуляторов, какие они бывают, на что они давят, какие эмоции или чувства задевают. Сейчас мы исследуем, ну, классический такой момент, в науке он давным-давно исследован, только нету российских данных. Это рациональность и эмоциональность. Какие аргументы или доводы лучше влияют на нас? Вот ты сама как думаешь, вот ты лучше ведешься на рациональные аргументы или на эмоциональные? Когда как, знаешь, бывает, что на эмоциональные тоже. Да, ну и вот, собственно говоря, многие так отвечают, когда как, либо у большинства есть такое мнение, что типа, ну, конечно, рациональное. Я там, логика, у меня все там в порядке, причина-следственная связь. Вот мы хотим реально в этом разобраться. У нас есть несколько гипотез, и мы вот сейчас это исследуем. Еще параллельно идет крутое исследование, которое связано с голосом. Таких исследований есть полно, но они все, на самом деле, 70-х, 80-х годов, такие советская классика. И у нас в советские времена, да, 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 безусловно, есть. Это классическое, там, ну, когда расцвет телерадиосферы, школы, там, методологии и так далее. А вот что происходит сейчас, хотим обновить вот эти данные. Ну, это классические также темы, это мы исследуем конформизм, мы исследуем, что людям нравится в публичных выступлениях, что их бесит, что их раздражает. В общем, если у кого есть идеи какие-то, welcome, мы открыты. Если у кого-то есть такой экзистенциальный вопрос, на который нет ответа, предлагайте нам, возможно, мы возьмем в план и начнем исследование. Какие молодцы. Успехов желаю лаборатории твоей. Про книги давай поговорим. Во-первых, спасибо тебе огромное за твою работу. Вот «Я манипулирую тобой», это книжка, которая вышла в 2018 году. Да, самая последняя. Да, самая последняя. Кстати, одну из них мы обязательно с вами разыграем. И как убедить кого угодно, в чем угодно. Да, аргументирую это. Аргументирую это. Это старенькая уже книжка. Вот как раз она и стала. Но не менее ценна она. Да, эта книжка даже получила как раз премию «Лучшая бизнес-книга 2015-го, по-моему, года». Да, 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 подтверждаю, так и есть, 2015-го года. Но Никита Непряхин был бы не Никитой Непряхиным, если бы он уже не работал над следующими книгами. Две книги у меня сейчас в работе. Две? Две. Ну поделись, расскажи, чего ждать. Я очень надеюсь, что я успею до конца года их издать. По крайней мере, мое издательство, оно вот постоянно меня тормошит и говорит, давай, давай быстрее, нам нужно успеть, то к лету, то к осени. Сейчас самая главная любовь моя, ну в смысле в науке, это тема критического мышления. Вот я недаром даже открыл школу критического мышления. Это тоже на самом деле не коммерческая история, мы на этом ничего не зарабатываем. Но мы даем инструменты тем, кому жизненно важно отделять ложь от правды, не вестись на пропаганду и на манипуляции, отсеивать лишнее, ориентироваться в информационном пространстве, понимать, что первично, что вторично, где причина, где следствие. То есть вот это как раз история, которая полезна людям абсолютно любой профессии, абсолютно любой должности. Ты знаешь, если мы сейчас будем смотреть все самые актуальные и авторитетные мировые исследования, а исследователи действительно задаются вопросом, что будет востребовано в ближайшее время, каким должен быть специалист, чтобы он был конкурентно способен. Ну ты понимаешь, да, мы живем сейчас в такое время, турбулентное, быстро изменяющееся, когда то, что было актуально год назад, уже сегодня может быть неактуально. Конечно, очень быстро лететь. И вот как раз есть несколько компетенций, которые, на мой взгляд, будут определять, кто будет конкурентно способным, а у кого нет шансов. Это первое, это решение сложных проблем. Вот такая комплексная компетенция, понимать, что правильно, что неправильно, какие есть оптимистичные, реалистичные, там, пессимистичные прогнозы. Вот это то, что на английском называют complex solving problem, да, комплексное решение сложных проблем. Вторая компетенция в рейтинге обычно это критическое мышление, поэтому я этим и занимаюсь. И третье, это креативное мышление. Тот человек, который будет гибко, нестандартно мыслить, он будет победителем в ближайшие, там, 5-10 лет. Вот именно поэтому мы пытаемся смотреть, что происходит именно в мировом пространстве, что является в тренде, и стараемся как-то на это реагировать. Исследовать, сами изучать и так далее. А книги твои, да. Книги как раз будут посвящены критическому мышлению. Одна будет взрослая, для взрослых людей, получается, будет такая толстенькая, пухленькая, ну, такой фундаментальный получится труд. Не совсем простая, потому что, например, одна из глав будет посвящена формальной логике, а другая из глав будет посвящена неформальной логике теории аргументации. Чувствуешь, да, многие, когда я говорю логика, все такие, логика. Мало кто любил логику. У тебя была, кстати, логика когда-нибудь там в школе, в вузе где-нибудь? Нет. Вот удивительная история. Печальная, мне кажется, сейчас история. Наверное, гуманитарное образование. Хотя, казалось бы, гуманитарное образование, но логика должна быть, ну, какие-то основы. У многих людей нету вообще понимания, что такое логика. Есть какие-то обрывчатые такие там слова типа конъюнкции, дизюнкции, импликации, что-то и глаз сразу дергается, такие, о-о-о, не-не-не-не, это не про меня. На самом деле она нужна, эта жизненная история. И вот как раз в этой книжке по критическому мышлению я хочу попробовать простым, понятным, человеческим языком объяснить сложную логику, показать практическое прикладное значение и дать людям инструменты. Ждём, я скажу, прям с нетерпением. И детская книжка будет впервые, прикинь. А вот это удивительно. Я очень переживаю. Если вот взрослая книжка, она будет восьмая по счёту, ну, как бы руку-то уже набили. Над детской книжкой я прямо переживаю. Для меня это экспириенс невероятный. Будет книга для подростков по критическому мышлению. Подростки, да, вот как раз ты отвечаешь на мой вопрос. Да. Думаю, всё-таки 3 плюс, 5 плюс. Скорее 10 плюс. 10 плюс. Я смотрела какое-то интервью твое, где ты говоришь, что вообще ораторскому искусству вообще нужно со школьной скамьи учиться, да, детям, выступая перед доской, ты уже сам и отвечая на вопросы преподавателя. Ты чему будешь критическому мышлению учить детей, да? Да, причём она будет написана в такой любопытной форме. Ну, я не очень представляю, что, например, если мы дадим книгу десятилетнему ребёнку, и там будем прям вот так, давай анализируй, где причина, где следствие, там анализируй посылки, насколько там, ну, ребёнок закроет просто, да, хотя почему ребёнок? Мне кажется, когда мы говорим про категорию 10 плюс, это уже как раз не ребёнок. Я такой маленький взрослый, уже со своими проблемами, со своими амбициями, со своей картиной мира, уже практически сформировавшейся. Поэтому мы выбрали художественную форму, и я впервые попробую себя как художественный писатель, потому что там будут два героя, и мы будем следить за судьбой героев. Там будет главный герой, который поступает в новую школу, его переводит там переезд родителей, он встречает много проблем. Его не принимают одноклассники, у него ссоры с родителями, у него есть недопонимание с учителями, и мы каждую ситуацию в книге разбираем через призму критического мышления. Ну, и я думаю, что такой формат, он действительно будет актуальным, и я думаю, надеюсь, по крайней мере, что дети с удовольствием будут читать это. Ну, обязательно, я думаю, да, здесь, конечно, сто процентов возьмут в руки твою книжку, если родители их так же с тобой знакомы. Да, ну, а купят, это же понятно, само собой разумеющееся. Я так понимаю, что мы не сможем проанонсировать примерно, когда случится выход этих книг, но мы будем следить, следить за твоими соцсетями. И, кстати, что касается вот такой вот истории, Никит, что касается твоих тренингов, я так понимаю, что в ближайшее время в Москве тебя бессмысленно искать где-то, да, и... Только наша страна. Слушай, у нас же страна FM. Да. Поэтому страна, вот на этой неделе я приеду в Краснодар, после этого будет Рига. Ну, на сайте есть все подробности, да ты расскажи, расскажи, пожалуйста, я не к тому, я хотела по датам подробнее сказать. Большой тур по Сибири и Дальнему Востоку. Я вот все время не добирался до Дальнего Востока, и это будут первые мои большие открытые мастер-классы и во Владивостоке, Петропавловск-Камчатском, это и опять будет мой любимый Новосибирск и Красноярск. Ну, в общем, вот такая вот история. Тут и тренинги гни свою линию, и я манипулирую тобой, речь публично на отлично. И еще несколько-несколько. Никит, я так понимаю, что это, конечно, приглашающая сторона определяет, да, некую тему, на которую они хотят поучиться у тебя. Они анализируют, что у вас требовано. Ну, например, в Новосибирске, я не знаю, сколько я там уже, наверное, ну, каждый год на протяжении пяти лет я там езжу в Новосибирск, и там, например, программу по противодействию манипуляциями я манипулирую тобой, Новосибирск я проводил три раза уже, наверное. Ну, все, хватит. И, например, в Новосибирске я буду делать премьеру всероссийскую, именно в Новосибирске, а не в Москве, мастер-класса именно по критическому мышлению. Ну, в общем, в целом, да, конечно, организатор оценивает конъюнктуру, что востребовано, что будет интересно, и я играю по тем правилам организаторов. Ну, давай немножко такую очень полезную информацию, наверное, попрошу у тебя донести на наших зрителей и слушателей, например, гни свою линию. Да. Если раскроем, что значит гни свою линию? То есть это вот как раз убедить человека... Ну, слушай, ну, это торговые марки. Ну, то есть у меня есть несколько торговых марок, которые связаны с названием книжек, но они уже узнаваемы. Ну, то есть, например, есть какие-то такие словосочетания, которые народ уже узнает, да, убеждай и побеждай. Это бренд, да. У нас там есть мерчендайзинг, майки, книги, всё что угодно. Или там аргументируй это, или я манипулирую тобой, ну и так далее. По сути дела, все мастер-классы, которые мы знаем, это всё три темы. Вот, ну, всего три темы. Они могут по-разному называться. Вопрос просто тем. Это мастер-классы, которые посвящены технологии аргументации, и мы как раз задаемся вопросом, что убеждает, какие аргументы должны быть, как выстраивать структуру правильного убеждения. Ну, подскажи нам, пожалуйста, какие-то элементарные вещи. Давай, давай, вот пройдёмся. Возьмём, например, убеждение, да? Давай, очень хорошее, да. Значит, смотри, дам несколько советов. Понятное дело, сейчас мы не будем вдаваться в какие-то подробности, но там три ключевых ошибки мы должны будем озвучить. Возможно, наши зрители и слушатели сейчас проанализируют свой опыт и скажут, о, точно, у меня такое было, а, вот в чём дело. Значит, совет первый. Если человек не готов, чтобы его переубедили, а большинство из нас не готовы расставаться со своими убеждениями, установками, мыслями и так далее, не старайтесь его переубедить в один раз. Это очень плохая стратегия, потому что, когда я начинаю, нет, ты не понимаешь, нет, ты послушай меня, тут ты не прав, да вот ещё раз ты и так далее. Это мы воспринимаем, как некое насилие, правда? Конечно. И вот ещё в своё время... И бывает сразу же некое такое отражение. Конечно. Представляешь, об этом даже писал Аристотель в своё время. Он как раз предлагал концепцию некого поэтапного, постепенного убеждения. Ну и в общем и целом, давайте... Вода камень точит, вспоминаем здесь вот эту поговорку. Мы можем, знаешь, с тобой такие, условно, пять основных моделей реакции озвучить. Например, представь, человек сначала говорит, нет, нет, я не согласен. Как его перевести в финальную стадию, когда он говорит, да, да, ты прав, поэтапно. Например, нет, это неправда, значит, скорее мы должны заставить его усомниться и, например, сказать, скорее это неправда. Третий этап. Я не знаю, правда это или неправда. Скорее это правда и финальная пятая стадия это истинная конечная инстанция. Другими словами, резюмирую. Между словом нет и да обязательно должно быть слово возможно. Именно поэтому, неважно, быт это или бизнес-контекст, не старайтесь сразу получить заветное да, я с тобой согласен в один раз. Делайте несколько этапов. Наберитесь терпения. Итерации, конечно. Вторая ошибка, которую мы часто совершаем. Мы не соблюдаем рациональный-эмоциональный баланс. Особенно это в бизнесе популярно. Многие думают, я человек из бизнеса, все должно быть серьезно, конструктивно, большие деньги на кону. Но они забывают, что мы принимаем решения не только логикой. Мы принимаем решения не только анализируя опыт, умозаключение, причинно-следственную связь. Мы принимаем большую часть решений по факту иррационально. Но то, что мы в быту называем «следуем своему сердцу» или интуиции, на самом деле это все давным-давно изучено. Это иррациональная модель принятия решения. И давить на эмоции, в хорошем смысле этого слова, тоже нужно. Поэтому, если вы идете на переговоры, или, например, жена общается с мужем, или родитель с ребенком, посмотрите, а есть ли этот грамотный баланс? Есть ли аргументы иррациональные, и эмоциональные в обязательном порядке? Ну и третий совет, такой вот очень важный. По моим наблюдениям, одна из главных проблем – это отсутствие структуры. И если я буду оглядываться на опыт проведения, там, да, 15 лет мы в этом году отмечаем программе по аргументации, из 10 человек 9 участников, а мы сейчас апеллируем десятками тысяч участников за эти годы, они как раз жалуются на отсутствие структуры. Вот мой совет – выделяйте конкретные аргументы. Это первое, это второе. Давай посмотрим на это и на это. Давай порассуждаем с финансовой и с точки зрения здоровья. А давай посмотрим вот такой момент и так далее. Вот когда мы говорим потоком правильные вещи, люди в этом потоке тонут. А когда мы все это раскладываем по полочкам, возникает ощущение конструктива и логичности. Поэтому вот три простых совета, но реально очень таких глубоких, мне кажется, они могут помочь немножко перестроиться. И главное, очень доходчиво, красиво и правильно данные Никиты Непряхиным. Спасибо. У нас прям пауза небольшая, потому что надо пропустить все это через себя. Обдумать. И мы вернемся. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Никита Непряхин сегодня у меня в гостях. Друзья, юбилейный год 2019-й для нашего гостя выдается. Никит, я, если позволишь, все это сейчас донесу до нашей аудитории, чтобы знали, с чем тебя поздравлять. А я сам вспомню. Ну, во-первых, 10 лет мастер-классом твоим, если говорить про большой формат. Да, про гастрольный формат. Именно гастрольный формат. 15 лет тренингу, культовому тренингу по аргументации. 15 лет человек уже, друзья, учат, учат, учат. Больше тысячи. А не учи все равно много. Представляешь, больше тысячи двухдневных тренингов я провел. Я вот иногда, когда оглядываюсь на эту цифру, ну, представляешь, вот тысячу раз одно и то же. Сложно, сложно это мне сказать. Кстати, да, вот не надоедают ли тебе какие-то тренинги? Это же, знаешь, вопрос традиционный, который артисты тоже в свой адрес слышат, да? Ну, вот эта песня, ну, 50 лет уже, сколько вы их будете исполнять? Ну, а, кстати, вот артисты... Некоторых потряхивает, скажу. Они же меняют аранжировки, да? Ну, да. Ну, не так часто. Да, ну, вообще, по идее. Я бы, например, менял аранжировки. Не, ну, конечно, тот тренинг, который был 15 лет назад, который сейчас, это небо и земля. Там, ну, я не знаю, 1%, может быть, остался от исходного, да, вот, контента. Но мы видоизменяем всю эту историю. Но, тем не менее, конечно, бывают случаи, когда, например, компании говорят, «Слушайте, вот я 7 лет назад проходил эту программу, сейчас я уже большой руководитель, вот мне нужно прямо вот слово в слово, как я 7 лет назад проходил». Я говорю, «У нас, знаете, немножко новая программа». Говорят, «Нет, нет, нам то же самое». Я, помнишь, мы с тобой с этого и начали. Я никогда не буду работать над темой, которая меня не заводит. И 15 лет быть вот в одной этой колее, на одной волне, это только любовь. Вот искренне люблю эту тему. Она меня прямо вот будоражит. Мне она интересная, поэтому не надоедает. Спасибо, учитель. Давай дальше к твоим юбилеям. Да, ну и 10 лет дебат клубу. О, это некоммерческая площадка. 10 лет ее, да, мы ведем. Это получается, по факту, один из таких старейших клубов в Москве, куда может любой прийти и оттачивать навыки ораторского мастерства. Да, 10 лет. Шикарно. Поздравляю с юбилеями. Спасибо. Еще один прекрасный юбилей. 5 лет твоей программе управления делами, которую и ныне здравствует, да, на радиостанции «Москва-ФМ». Еженедельная программа, ну, к тебе приходят потрясающие гости, надо сказать. Ты сам, кстати, выбираешь гостей? Или тебе кто-то там с руководством говорит, Никита, нужно вот это, вот это? Есть замечательный редактор Женя, которая отслеживает все возможные, ну, там, медиа-события, поэтому часть гостей, конечно, она приглашает, часть гостей, вот, лично я. Например, опять же, ты меня спрашиваешь, хожу ли я на какие-то конференции. Да, хожу, если я вижу крутого спикера, я его приглашаю. Вот мы случайно познакомились, была церемония награждения в Кремле, и кто-то меня-то елозит вот локтем, я поворачиваюсь и начинаю возмущаться. Я говорю, что ты меня толкаешь? А оказался, это, например, космонавт, легендарный космонавт Сергей Рязанцев. И, конечно, я его пригласил к себе на радио. Поэтому разные случаи бывают знакомства. Друзья, как вы видите Никиту, крутитесь вокруг. И вполне возможно, вы стоите героем его программы. Никит, скажи, не скучновато тебе становится тоже общаться с людьми? Ведь, по сути, ты сам можешь им рассказать огромное количество информации. Нет. Вот если ты меня спросишь, от чего я больше получаю удовольствия, потому что я иногда бываю на этом месте и на этом месте. Вот на этом месте я получаю больше удовольствия. Потому что, ну, если этот гость интересный, и если задавать правильные вопросы, можно так раскрыть вот человека, что, ну, это удивительно, ты сам кайфуешь. И от процесса, и от себя, а самое главное, от гостя. Огромное количество отзывов, я знаю, ты получаешь, да. И наверняка всё-таки каким-то образом отслеживаешь. Хотя, может быть, сейчас уже в меньшей степени. Почему? Нет, так же всё трепетно каждому отзыву. Понятно, что есть там какие-то просто хвалебные оды в твой адрес, да, слова благодарности. Что-то ты не встречал хвалебных. Где эти хвалебные оды? Да что ты, ну, я видела, я тебе покажу тогда после программы. Да, ладно, ладно. Ну, наверное, есть и так называемые хейтеры какие-то, да? Да. Которые тоже там всякую ерунду пишут. А вот, например, такой отзыв. Никита, если мне Бог пошлёт сына, назову его в твою честь. Это реально абсолютно отзыв под одним из твоих, да, видеофильмов обучающихся. Вот как к таким отзывам-то относишься? Слушайте, ну, давайте будем откровенны. Никита — это очень красивое имя, да? Так что у человека очень хороший вкус. Ну, да, ну, значит, именно в честь тебя речь идёт. То есть это же тоже некое признание тебя. Слушай, я не видел такие отзывы, да. Я YouTube, ну, не все отзывы, да, я читаю. Я не знаю. Если это меня ни к чему не обязывает, там, к материальной ответственности, быть крёстным Бога ради. Имя-то красивое само по себе. А потом уже, может, она перепутала меня. Может, она думает, что я, там, певец Никиты, например, да? Не до конца. Ты что-то, я уверена, что она посмотрела сначала эту замечательную лекцию, и после этого уже всё решила. Поэтому выбор отличный, поддерживаю, но никакого отношения к этому иметь не хочу. А что касается личной жизни, ты всегда уходишь в сторону. Ты готов говорить про бизнес, про деньги, про аргументацию, манипуляцию и так далее, и тому подобное, да? Некий этого область жизни, кстати, по-прежнему скрываешь её, да, личную жизнь. Почему? Да я, слушайте, я никогда... Ну, мне не отвечаешь, не распространяешься. Я никогда... Ну, а какой вот мне вопрос... Хочу задать я. Вопрос. Женат я или нет? Не женат. Я говорю, нет. Не женат. Дети есть? Я говорю, нет. Счастлив я в личной жизни? Счастлив. Ну, и так далее. При этом Никита Непряхин говорит, это я вот такой с вами разговорчивый, а вообще в миру, я так сказать, я молчу страшный. Это правда. Я невероятный интроверт. Ну, то есть я действительно очень закрытый человек. У меня очень узкий круг общения, который можно вот просто по пальцам перечислить. И, ну, это просто разное амплуа. Ну, вот представь, когда ты каждый божий день, еще раз повторяю, каждый божий день, у меня в среднем в неделю пять либо тренинговых дней, либо выступлений. Да, еще кроме этого есть компании, радио, там, гастроли, индивидуальные занятия и так далее. Конечно, я хочу в свой единственный выходной день помолчать. И у меня нет такого, что я там пришел домой и такой, господи, как скучно. Хочу вот веселые пятницы. Ребята, а поехали в Семачев там, да? Ну, не про меня история, правда, вот действительно. А ты думаешь, существует в теории такая женщина, которая вот не видит, не видит, не видит своего великого, могучего, не знаю, друга там или мужа, который гастролирует с тренингами замечательными, успешными, приходит домой и молчит, а поговорить? Я помню одно интервью, мне кажется, я даже знаю, о каком интервью ты говоришь. Значит, меня действительно там пытали и какие-то такие странные вопросы там задавали, типа там и про баню, и про, значит, секс за деньги и что-то еще. И я в конечном итоге говорю, слушайте, да, отстаньте вы от меня, пожалуйста. Я реально вот хочу найти жену, которая будет вот просто молчать. Но это на самом деле неправда. Ты, конечно, это понимаешь, что бывают очень часто такие ответы на отвали, что называется. Дело не в этом. Я могу честно признаться, и, коль вот ты намекаешь на то, что надо быть честным, действительно большая проблема, большая проблема любого занятого человека. Это и артисты, да? Конечно, конечно. Это и музыканты, это и гастролирующие всевозможные там люди искусства, это и преподаватели, и тренеры в том числе. Конечно, главная причина, почему долгое время там у меня не складывались в свое время отношения, это просто люди не выдерживали вот моего ритма жизни. Потому что Никиты дома нет. Никита постоянно то здесь, то там. Но сейчас, чтобы наша страна не переживала, у меня все в порядке. Так что все замечательно. Замечательно. И значит, все-таки вполне возможно, а раз все налажено и прекрасно в личной жизни, появятся тренинги и касательно счастья и личной жизни у Никиты. Все-таки пока нет. Нет. Об этом не говорим. Ты знаешь, я, мне кажется, мне моя природная скромность не позволит. Ну, то есть, мне кажется, проводить тренинг по личной жизни, это очень самонадеянно. Ну, то есть, ты должен тогда сам себе сказать, ребята, вот посмотрите на меня, моя личная жизнь идеальна на сто процентов. Это образец. Я такого не могу сказать. Вообще странно, когда люди это говорят. Другое дело, когда это психолог делает, там, например, семейный психотерапевт. А когда это делают люди, у которых у самих личная жизнь не организована. Я знаю только одно. Я знаю про, там, логику, теорию аргументации, про манипуляции. Все. Этим занимаюсь каждый божий день на протяжении многих лет. Вот за это, да, я говорю, ребята, я могу быть вам полезен. Во всем остальном, это какая-то самонадеянная история, это правда. Никита, еще про один юбилей мы с тобой не сказали. Это твой личный. Тебе 35 лет. Будет, да, в этом году. Да, ну я хочу восхититься тобой в прямом эфире, здесь на стороне ФМ, правда, твоим успехом. Потому что, ну, это достаточно молодой для мужчины возраст, абсолютно успехи. Конечно, я мальчик просто. Такое количество успешных проектов завести. И вообще, будет же некое событие, я знаю, на котором ты сразу, тын-тын-тын-тын-тын, и все свои юбилеи собираешься отметить. Давай расскажем, чтобы заранее уже люди планировали свою жизнь. Слушай, это будет впервые. Я вообще планировал это в мае, знаешь, что такое сделать, как камин-аут с мероприятием. Но давай мы это сделаем эксклюзивно на волнах страна ФМ. Ой, спасибо тебе большое. Действительно, мы решили объединить все эти юбилеи. И, конечно, мой юбилей – это 145-е дело. Если бы это было главное событие, мы бы отметили это в мае. Но важно другое. 15 лет программе, 10 лет дебат-клубу, 10 лет одной книги, 15 лет другой книги и так далее. Там много, вот просто реально так совпало, что везде у нас 10, 15, 5 и так далее. И мы когда с моей командой посмотрели, что же это за такой мистический 2019 год, мы сами обалдели. Вот я честно говорю, это произошло в январе, потому что мы даже не предполагали. Если мы начнем каждое событие в отдельности праздновать, то у нас везде год только, если мы выйдем. Я уйду в запой иначе. Поэтому мы решили в ноябре очень хорошо подготовиться. Это мероприятие пройдет 16 ноября, то есть еще не скоро, в Театре Модерн. Это будет большой вечерний перформанс. Мне не хочется называть, что это большой какой-то творческий вечер, потому что, знаешь, у меня творческий вечер с чем ассоциируется? Это вот я должен выйти, сбоку у меня должен стол стоять, я такой сажусь за стол. Конечно. И пошли друзья твои. И пошли друзья, и там, значит, у меня с цветами какая-то песня там. Мы вместе, мы вместе, на груди твой крестик. Вот этого не хочется. Я буду работать в этот мастер-класс. Я не знаю, как это назвать. Это не мастер-класс, это не лекция. Это будет некий перформанс, который в очень яркой форме расскажет о том, на какие грабли я наступал, какие реально выводы я для себя сделал. Зачем я занимаюсь, например, дебат-клубом и трачу время, и не зарабатываю на этом ничего. И что мне это дало? Мы поговорим и о миссии, и об инструментах, и о главных инсайтах, которые есть внутри темы, которыми я занимаюсь. Убеждения, аргументация. Это будет в ярком формате, который мы любим, и, конечно, будут гости. Но эти гости не будут приходить и дарить мне публично цветы. Они будут тоже делиться своими инсайтами, кто-то музыкальными инсайтами. Там будет много приглашенных моих друзей или тех музыкантов, которых я обожаю и являюсь фанатами. И, конечно, мои коллеги по цеху, которые придут и тоже поделятся своими инсайтами. Так что я буду всех ждать. Но билеты будут продаваться? Это будет мастер-класс благотворительный. Мы все деньги будем переводить в фонд, который мы давно поддерживаем, Центр лечебной педагогики. Поэтому, конечно, будут и билеты. И, в общем, это будет такое хорошее мероприятие. И детишкам помочь, и удовольствие получить, и пользу какую-то. Ну, а я поставлю галочку у себя в голове и скажу, да, все, определенные итоги на полдороге подведены. Никит, ну, скажи мне, пожалуйста, я понимаю, что ты уже достаточно высоко себя оценишь, конечно, и, собственно говоря, огромное количество твоих учеников, твоих поклонников, скажем так, читателей, которые посвящают твои мастер-классы, они тому подтверждение. Но ты уже можешь на сегодняшний день сказать, что в России, в нашей стране, ты лучший в своем деле? Да нет, конечно. Нет? Я вообще не понимаю категорию лучший. Вот что такое лучший? Как это понять? В чем я лучший? Ну, это странная история. Я очень не люблю вот эти все какие-то псевдотитулы. Это не потому, что я там скромный человек. Скромный человек никогда не будет успешен в нашей сфере, да? Поэтому определенная наглость, она должна быть. Я как бы пытаюсь следовать этому правилу, хотя мне жутко дискомфортно. Но я не люблю звание ради звания. Ну, что такое лучший тренер? Меня, знаешь, раньше обзывали единственный бизнес-тренер по теории аргументации. И я когда-то организаторам запретил это делать. Потому что, например, мне кажется, что это не такой, знаешь, не хвалящая какая-то дефиниция, а это, наоборот, какая-то ущербная, единственная. То есть, представляешь, на всю страну один несчастный лысый человек, который занимается темой аргументации. И от этого как-то не вау становится, а грустно становится. Поэтому я и награды-то не очень вот все эти люблю, которые есть там, какие-то премии. Но в целом я хочу сказать, что, конечно, опять же, знаешь так, зацикливая нашу программу, то, с чего мы с тобой начали, что на рынке сейчас очень много недобросовестного. Я могу сказать только одно. Не хвалить себя, а вот сказать, что та гвардия, наша старая, которая начинала лет 10-15 назад, огромное количество талантливых, глубоких преподавателей, которые реально исследуют, которые работают как Папа Карло, которые коллекционируют кейсы. Конечно, это не сравнится с текущим, что есть в нашей сфере. Иногда это ярко, иногда это так вот в виде салюта, но это очень пусто. Это очень неглубоко, это очень бессистемно. Но я не переживаю на этот счет, потому что у рынка есть всегда хорошее свойство. Он самоизлечивается, и всегда все лишнее, пустое, оно будет отметаться. Вот и вся история. Никит, я тебя благодарю за нашу встречу сегодняшнюю. Очень жалко, что мало времени, всего лишь час, уходим еще тут и на рекламу, и на клипы. Надо было часа на три, на четыре приглашать, но уверена абсолютно, что ты таким не располагаешь. Временем абсолютно. Спасибо за то, что нашел. Время в своем насыщенном графике. Ты, правда, невероятно интересный человек. Спасибо тебе за твои труды. Кто читает, тот знает, тот в теме, что называется, кто посещает тренинги. А кому мы книжку-то подарим? Мы ее разыграем, я тебе обещаю, в утреннем эфире. Это будет специальная история. Ты подпишешь нам книжечку, и мы ее... Класс. Я тебе обещаю обязательно, наш зритель и слушатель, самый-самый-самый, тот, кто пожелает ее получить, он обязательно ее получит. Мы ждем твои новые книги. Мы, ну, получается, в Москве тебя ждем там 16 ноября на дне рождения и мастер-классе условно. Ну, и слушаем, конечно, тебя в эфире радиостанции. Следим за тобой в социальных сетях. И искренне желаем тебе успеха. Буквально на 30 секунд я тебя попрошу обратиться к стране. Все, что хочешь, можешь сказать, какой-то, может быть, какой-то главный совет, самый главный лайфхак. Ну, раз у нас вот эта книжка стоит, друзья мои, перед нами я манипулирую тобой, я хочу очень простую штуку всем сказать. Дорогие друзья, велик соблазн научиться чему-то деструктивному, чему-то манипулятивному. Но вы должны всегда помнить, я вам очень желаю, чтобы ваше общение было максимально экологичным, чтобы оно было максимально, то, что мы называем, ассертивным. Меньше токсичных людей вокруг вас. У нас одна единственная жизнь. Поэтому, если вы чувствуете, что вокруг вас очень много токсичных людей, смело меняйте окружение. Окружайте себя только теми людьми, с которыми вы развиваетесь, которые лучше вас. И тогда у вас будет и постоянный рост, и развитие, и полная гармония. Никита Непряхин. Программа «Лучшее в стране». Спасибо. Спасибо. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ».